Украинские граждане в Москве Подходы к нему были заблокированы. ОМОН, полиция, несколько кордонов железных заграждений, рамки металлоискателей. Боялись, что будут какие-то провокации, акции, протесты. Действительно, где-то уже в середине дня вышли несколько человек с флагами самого провозглашенной Донецкой Народной Республики. Но все было довольно мирно. Ну вот такие вот меры безопасности. В общем, все спокойно. Выборы проходили при не очень высокой явке, прямо скажем. Ну вот по словам главы комиссии Виктора Держова, если я не ошибаюсь, его зовут. Он говорит, что вообще в бюллетенях указано почти 27 тысяч человек. Это те люди, которые живут в Москве, области и в 14 прилегающих регионах. Но по состоянию на 16 часов пришли голосовать 406 человек. И это при том, что это на 30 человек больше, чем на прошлых парламентских выборах вообще за весь день. Ну то есть, в принципе, как он говорил, как глава комиссии говорил днем, в районе полудня был у него первый притинг, вообще ждали от 400 до 500 человек в день. Вот на этих выборах, ну вот получилось больше. Говорил господин Держов, что, ну например, полгода назад на президентских выборах пришли голосовать 900 человек. То есть, в принципе, вот эта цифра порядка 27 тысяч избирателей, которые здесь зарегистрированы, она никогда не оправдывает, никогда вот такое количество людей не приходит. Коллеги. Я прошу прощения, в начале беседы с вами было не очень хорошо слышно. Вы сказали, что якобы выходили из здания посольства Украины в России, там в Москве у вас выходили то ли представители ДНР. Мне не послышалось? Уточните, пожалуйста. Нет, они стояли в районе часа по Москве, они стояли просто, там было порядка пяти, наверное, человек, они стояли рядом с посольством, наверное, метрах в 30, со флагами, но все это было довольно спокойно, их никто не разгонял, они сами не применяли силы, ну просто вот постояли, разошлись, помитинговали. А, вроде пикета такого, да, что-то? Вроде того, да. Удалось вам пообщаться с теми украинскими гражданами, которые пришли на выборы, что они говорят, чем они делятся? Да, разумеется, удалось, хотя надо признать, что, ну, вообще было довольно много прессы, наверное, порядка 10 или 15 съемочных групп, которые смотрели, как происходит этот процесс воли-изъявления. И граждане Украины, они, ну, довольно неохотно все-таки шли на контакт с российской прессой, то есть только коллега с телеканала 112, с украинского телеканала, она как-то помогала нам, начинала разговаривать с кем-то из граждан Украины, и потом уже к ней присоединялись остальные камеры. А, говорили довольно скованно, не очень охотно, была, например, девушка Ольга из Крыма, она, правда, сказала, что переехала оттуда в Москву довольно давно, она замужем за москвичем, сказала, что я могу ее, в принципе, сейчас процентировать, сказала, что вообще на выборы она пришла вот в Москве первый раз, почувствовала, что ее голос действительно может что-то изменить. Было много людей, которые приходили целыми семьями, например, была семья из пяти человек, отец Александр, мать Светлана, трое маленьких детей, все они пришли на участок, говорят, что, надеются, что, ну, впервые, вот, за 20 с лишним лет, наконец-то Украина, может быть, после этих выборов начнет процветать. Я хочу только добавить, что вообще выборы, они в этот раз, в принципе, я так понимаю, что выборы проходят в Москве и, ну, в принципе, на всех зарубежных участках, из 113 зарубежных участков в России, таких участков 6, вот один из них в Москве, голосует только по партийным спискам, то есть 29, если я не ошибаюсь, партии. И чтобы проголосовать, нужно не только иметь какие-то документы, удостоверяющие личность гражданина Украины, там, паспорт, дипломатический, гражданский, заграничный, но и нужно еще какое-то обоснование того, почему человек находится вот на момент выборов в России, то есть миграционная карточка или, может быть, разрешение на работу, либо же, если человек просто приехал по каким-то своим делам, ему на небольшой срок в Россию, ему нужно было написать заявление до 20-го числа, что вот он хотел бы проголосовать в посольстве. Такого, что приходишь в день голосования в посольство и тебе сразу пишешь заявление, тебе сразу разрешают голосовать, такого не было. Ну, были, кстати, не только молодые люди, было много людей уже такого пенсионного возраста, которые, ну, они приходили, поздравляли друг друга с праздником, говорили, что выбор для них действительно праздник, а говорили, что голосуют, ну, только ради того, чтобы, наконец, на Украине настал мир. Илья, да, спасибо вам большое. И в завершение последний вопрос. Скажите, поведение украинских избирателей, которые там в Москве находятся, насколько, вот по вашим наблюдениям, насколько оно отличается от поведения типичных российских избирателей в день, когда у вас выборы проводятся? Вы нашли вот какое-то отличие? Вы знаете, нет, особого отлучия я не нашел. Ну, понятно, явка низкая, но никто этой высокой явки здесь не ожидал. Очевидно, что всегда вот на этот участок в посольство приходит не очень много людей, а так каких-то значимых различий я не могу сказать, что я заметил. Ну, может быть, с прессой общались чуть менее охотно, но это, в общем, мне кажется, вполне объяснимо. А так, нет, я не могу сказать, что есть всякие-то значимые отличия. Спасибо вам большое за развернутый такой, ну, просто доклад о том, как проходит голосование украинских граждан, находящихся в Москве, в России, на заграничном избирательном округе. Илья Рождественский, корреспондент «Эхо Москвы». Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok